Программа «Бесплатные лекарства» призвана минимизировать расход граждан на лекарства больных с сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего на ее реализацию из госбюджета выделено полмиллиарда гривен. На всех аптеках, участвующих в программе, есть знак «Доступные лекарства». В этих аптеках и будут выдаваться бесплатные лекарства по рецепту. Проект вибудованный открыто, конструктивно и прозоро. На сегодняшний день в проекте берет участь 4915 аптек. Количество аптек постоянно увеличивается. На сегодняшний день с 19200 аптек, которые есть в Украине, каждая четвертая аптека берет участь в формате реимбурсации. Конечно, мы бы хотели, чтобы каждая другая берла, но это вопрос добровольной участи в проекте. Но что касается препаратов, которые завозились из России, и их европейские аналоги стоят на порядок дороже или вообще отсутствуют, то этот вопрос как-то не продумали. Замминистра оправдывается. Если очень надо, то единоразовые решения на возлекарств будут таки выдавать. Краина, которая воюет на сегодняшний день с Украиной, которая проявляет агрессию до Украины как мирной страны, безусловно, не вправе торговать, в том числе, товарами, такими, как и лекарские средства, из нашей страны. Если есть возможность или желание какого-то дистрибьютора ввести такие препараты в Украину, и они не зарегистрированы, то в таких случаях министерство выдаёт так называемый одноразовый решение. Затронули также стоимость препаратов в аптеках. Так, за последние годы лекарства, мягко говоря, дорожали довольно часто. То доллар, то бензин, то ещё что-то там росло. Сейчас в Минздраве всё же пытаются вести контроль над ценообразованием. Вводится единая индикативная цена. То есть взяли среднюю цену стоимости аналогичных препаратов в пяти странах ближайшего зарубежья и вывели среднюю цену. И она во многих случаях оказалась гораздо ниже той цены, по которой продают сегодня препараты в аптеках. Если нововведение всё же заработает, то лекарства будут стоить, исходя из минимальной цены за него в соседних государствах. Таким образом, цены должны ползти вниз. Но вот как-то в это мало верится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова